Привет, дорогие друзья! Хотел апнуть Динамайка на 340 кубков, и у меня оставалось ровно 4 кубка, но на видос я всё слил, потому что попытался вам что-то рассказать, подсказать, и в итоге просто нереально играть и что-то рассказывать, ну то есть не обращать внимания на катку. Невозможно, нереально, не знаю, очень трудно, мне очень трудно играть и что-то рассказывать, лучше комментировать то, что происходит на поединке. Поэтому я просто сейчас расскажу вам, ну вообще, хочу поделиться своим мнением, своим опытом игры Динамайком, в основном это подойдёт для новичков, те, кто играет лучше, конечно же, безусловно, вообще не нуждаются в этих советах и так прекрасно всё сами знают. Я хотел бы новичкам рассказать, те, кто недавно скачали Brawl Stars, он почему-то для меня является одним из самых любимых персонажей в этой игре. Динамайк, Буль, Спайк, вот, это тех персонажей, которых я могу выделить, которыми я чаще всего играю, да и в принципе они сейчас у меня выше всего по кубкам. Вот, я бы хотел рассказать, с кем лучше тимится, показать, как я апаю кубки на конкретной карте, и это лучшая карта для Динамайка, ну есть ещё там несколько. Вот, в общем, поехали в бой, по ходу боя рассказывать, ну, конечно, 340 кубка уже на этот видос не получится. В общем, существует много разных локаций в этой игре, они постоянно меняются каждый день, вот, и каждая локация, она практически распределена, точнее, она предназначена для разных персонажей. Вот, есть карты для дальников, есть карты для ближников, вот эта карта очень подходит для Динамайка, потому что тут много стен. Вообще, все карты, на которых много стен, будут подходить для Динамайка, вот, ну и не только, конечно же не только, там и рикошет, и барли, ну, я конкретно сейчас беру на обзор Динамайка. Вот, и, в общем, если вы видите карту, где много стен, естественно, смело берите Динамайка и апайте его. С кем лучше тимится? И вообще, давайте разберёмся, что такое тимминг. Тимминг, это, ребята, в режиме, где вы играете каждый сам за себя, вот, ищете себе тиммейта и играете уже вдвоём против других игроков. Как это происходит? Это происходит окружение вокруг своей оси, вот таким вот образом, это означает, что ты хочешь затимиться. Если твой соперник тоже тиммится, тоже крутится, значит, вы вместе в команде. Ну, не спешите радоваться, что, о, всё, теперь вы всех вынесете, потому что тимминг, это тоже очень важно. К сожалению, к сожалению, в этой игре это очень важно. Блин, я не сильно люблю тимминг, на самом деле, ребят, потому что я считаю, что это неправильно. Если каждый сам за себя, значит, каждый сам за себя. Но, тем не менее, это в этой игре есть, и без этого тут никак. Если ты не будешь тиммиться, высоко ты не поднимешься. Это факт, вы можете спросить у любого топа. С кем лучше тиммиться Динамайку, с кем лучше не тиммиться? Я сейчас лично своего опыта расскажу. Естественно, лучший тиммейт для вас это Динамайк. Вот мы сейчас, видите, играем с Динамайком. Потому что он 100% вас не убьёт внезапно, то есть он не закрысит. Категорически нельзя тиммиться с Буллом, с Шелли, со всеми ближниками, потому что у этих персонажей очень огромный урон, и они могут вас на маленькой дистанции... На маленькой дист... Ёпт! Кольт вообще оборзел. На маленькой дистанции вас вынести буквально с пару тычек. То есть никогда не доверяйте, вот если вы видели Буля, Шелли, и он хочет с вами затиммиться, а вы за Динамайка, гоните его нахер. Ни в коем случае не надо тиммиться. Очень редко, когда... Ну, они реально не крысят. Очень редко, ни в коем случае. Так категорически нельзя. С Данниками тоже не советую тиммиться, но тут уже по ситуации. То есть там Спайк, там, я не знаю... Пайпер. Ну, конечно, вряд ли вы будете на одной карте Спайпер, потому что для Пайпера отдельная карта. То есть там Динамайка мало очень. Но, тем не менее... О, я увидел Динамайка, сейчас мы с ним затимимся, естественно. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Ты чё, Пэм? Я же тебя сейчас вынесу. Давай-давай, подходи. О, жадность. Блин! Хотел сказать, жадность тебя погубила, и я её не добил. Но я видел Динамайка. Короче, на этой карте просто, ребят, если играете, заходите и сразу ищите Динамайка. Если нашли Динамайка, всё, вы сразу затимитесь. На низких кубках, конечно, возможно, чуть-чуть, ну, игроки, так скажем, ну, не тупее, но они реально могут не тиммиться с вами, потому что они, может, не знают, что такое тимминг. На высоких кубках однозначно вы с полуслова будете понимать друг друга. Если два Динамайка встретятся на этой арене, то, естественно, вы друг друга убивать не будете. Вот я вижу Динамайк с Фрэнком. Раз он ему доверяет, значит, я ему буду доверять. Но Динамайк Динамайка не предаст, потому что это невозможно. Динамайк в ближней атаке, он очень слаб. То есть ему трудно очень сразу проатаковать на ближней дистанции. Также не советую, вот самый главный враг, вот этот лично для меня, это... Тихо, Пэм могла меня убить. Это Эль Прима и Мортис. Блин, вот реально не рекомендую. Вот такие тоже крысы. Никогда вы их не убьете на ближней дистанции. Они вас вообще на изи могут размотать, поэтому никогда им не доверяйте. Если затемились с каким-то дальником, например, у Спайком, Кольтом, да. С ними можно тимиться, но опять же по ситуации. Держите всегда дистанцию. Старайтесь так, чтобы вы смогли всегда зайти за стенку, я не знаю, чтобы... Опа, опа, вот это он хорошо сделал, сука. Плюс два кубка, погнали дальше. Это по поводу тиминга, да. То есть, ни в коем случае не надо тимиться с ближниками. Да и с дальниками нежелательно. Но если уж затемились, то... Ну, старайтесь держать дистанцию и, как говорится, доверяй, но проверяй. То есть, не подходите к ним в упор, потому что вас в упор могут убить, а Динамайк в упор никогда быстро не убьет. Никогда, он больше на дистанции. С Барли можно тоже тимиться, но тоже всегда проверяйте. Барли легко может вас тоже вынести с помощью ульты, например. То есть, опять же, на ближней дистанции. Ну, в основном, типа, Барли нормально тимится. Не крысят. Если вы на этой карте нашли тоже Динамайка, либо Барли, все, ребята, вы просто где-то вдвоем встали, да, на какой-то... Ну, в каком-то... на какой-то угол или между стенок, да. И все, и просто обстреливаете вокруг себя всех абсолютно. К вам никто подобраться не может. Я вот до этого играл несколько каток подряд, и мне подбиралось на карте по 4, по 5 Динамайков. Я, наверное, на превью вынесу этот скрин. Вы представляете, 5 Динамайков! Мы тупо вообще этими петардами заспамили всю карту. Невозможно было к нам подойти. Это очень круто. Ну, и тем самым, естественно, если... Когда уже всех вынесли, всех, кроме Динамайков, тогда уже между собой начинаем сражаться. Ну, и там уже как повезет. Но в любом случае, в основном, плюс кубки вам будут. То есть, я, опять же, повторюсь, не люблю тимминг. Я не люблю, и мне не нравится то, что он есть в этой игре. Но, к большому сожалению, без него тут очень трудно. Поэтому приходится изъеживаться и подстраиваться под правила игры, потому что по-другому никак. Если разработчики будут пресекать тимминг, это, конечно же, круто. Я не понимаю, что я не могу пока убить. Так, тихо. К сожалению, сейчас ни одного Динамайка нету, ни одного Барли нету. И, соответственно, видим, что мне очень-очень тяжело. Хотя, я бы не сказал, что кто-то затимился. Хотя, блин, надо вот этого Рикошета уничтожить. Мешает он мне. Мне хотя бы топ-3 взять. Вот. Блин, мне так жалко, что я не смог на видос поднять. Блин, смотрите, он не убивает Рикошета. Они тупо против меня. Отвечаю. Тупо отвечаю. Они против меня. О, отлично. Блин, да добейте уже кого-нибудь, а. Ну, дайте топ-3. А, я сейчас от дыма сдохну. Ну, сука, они тупо... Что-то яйца мнут, стоят. Не убивают друг друга. Тупо ульту фармят и всё. Ну, а я не могу выйти к ним. То есть, мне стрёмно. Ну, плюс 2 кубка тоже нормально. Там, где открытая область, конечно, ну, Unreal. Там дальники тащат. Так. Вот с воронами и со спайком тоже, ребят. Знаете, неоднозначно. Такие крысы есть, что... Очень много крыс в этой игре. Если тиметесь, то, ребят, лучше проверяйте, прежде чем... Сотрудничать, хотел сказать. Ну, в общем, играть вместе с игроком. Потому что, ну, вы-то не будете его, да, допустим, убивать. Вы будете честны. А ваш соперник, ваш напарник, хотя это соперник по правилам игры, но... Если вы затимились, типа, что он считается вашим напарником. Ваш напарник просто предаст вас в любой момент и тупо в спину вас убьёт. Я думаю, что многие с этим сталкивались. Кто тимился, да. О, вот сейчас барли, кстати. Мы с ним затимимся. А я его чуть не убил, да? Вот лол. Вот два барли. Давайте тимиться, давайте. Всё, и Динамайк. Всё, вижу Динамайка. Смотрите, мы сейчас все будем в центре стоять. Не тупо сейчас все подойдут в центр. И мы будем тупо всех выносить сейчас. Но барли, конечно, может Динамайка убить. Хотя он тоже, вроде, на ближней дистанции не особо так силён. Но у него шансов побольше, чем у Динамайка. То есть у него ульта такая, что прям... Ты на область кислоты, если попадаешь, то можешь сразу сдохнуть. А у Динамайка просто такая бочка с порохом. Ну, от неё отойти проще, чем от ульты барли. Возможно, новички вообще не понимают, кто такой барли, кто такой Динамайк. Дай мне, дай мне, дай мне. Я могу сейчас убить этого барли, но я не буду. Я же не крыса. У меня шесть банок. По идее, что... Ну, у меня шансов, наверное, больше взять тут топ-1. Скорее всего, я тут возьму топ-1. У меня... Хотя не всегда банки тут решают. Ну, в основном. Но иногда, если сейчас они сговорятся против тебя. И тупо из-за того, что у тебя много банок, обидятся. И сейчас тебя первым убьют. То это, конечно, GG. Сейчас убиваем ворона. И начинается замес, ребята, между собой. Тупо между собой. Вот. Так. Смотрите. Отлично. И давай, давай. Есть. Всё. Осталось... Вот, смотрите. У него вот такая ульта, что хер уйдёшь от неё. И давай, 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 давай. Сцука. Ну, блин, у него, видите, у него больше шансов. Потому что он бросает такую кислоту. И она больше область захвачивает, нежели мои две бомбочки. Две петарды. Я их так называю. Насливался я сегодня, на самом деле. Хотел показать ролик, как апать кубки. А в итоге слил. Ну, опять же, я думаю, что если бы я не комментировал, точнее, если бы я просто играл бы, да, и комментировал атаку, то у меня бы всё было намного лучше. Я тут пытался что-то рассказывать, поэтому не сильно думал про катку. И из-за этого мне приходилось в некоторых моментах сливаться. Так, блин, зачем вы с Кроу затимились? Я бы ему не стал доверять. Так. Фрэнк с Фрэнком затимился. Так. О, смотрите, сколько динамайков. Так, отлично. Фрэнка надо уничтожать. Нахер он нужен? У меня уже один Фрэнк предал. Так. Рикошет тоже крутая карта, крутой персонаж на этой карте, но когда тиминг динамайков, то это жопа, ничего не сделаешь. Я бы вот этого ворона убил. Он вообще не вписывается в нашу команду. Ну, ладно, раз уж затимились, значит, окей. Так. Отлично. Давайте сюда кинем петарду. Сюда, сюда. Так. Ну, давай, подходи, блин. Капец, 9 персонажей еще, лол. Уничтожили только одного, получается. Блин, вообще, нравится мне играть за динамайка на такой карте. Мне еще нравится карта... Не, вообще, где много стен, мне нравится играть за рикошета и за динамайка. Барли как-то не так впирает, как динамайк. Не знаю, хотя мне кот говорил, что кто играет динамайком, это как в Клаша Яле, типа, с элитками. Их тоже тут не любят, типа, читерство. Хызы, ребят. Я пока хызы. Зашкварно играть динамайком, не зашкварно. Так, туда бомбу. Бэм, бэм. Все, всех, короче, раскидали. Так, ну что? Мы остались одни. Бля, вот это... Кроу меня сейчас тупо убьет. Не, не убивает. Ну и что, кого будем? Давайте, Кроу, да, уничтожать. Кроу нахрен нужен. Все, ну тут теперь... Тут теперь... Тут теперь кто выживет. Каждый сам за себя. Каждый сам за себя. Ну, блин, у него 5 банок. У меня 4, да, было. Ну вот так вот, в общем, ребята, игра с динамайком. В основном, очень важную роль на высоких кубках решает тимминг. К сожалению... А, нет, чуть-чуть правополкубков. Не, ну вообще слил. Слил кубков. Слил под конец ролика. Но, неважно. Я постарался рассказать то, что извлек для себя я. И поделиться этим с вами. Надеюсь, был полезный ролик для вас. Для новичков. Вот. Блин, жалко, не апну 340. Возможно, апну в следующем ролике. Спасибо всем за просмотр. Желаю удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok